Раз, два, три! Давай продолжим в жизни игре бочи в нашей школе! Прообраз боулинга и керлинга докатился и до Челябинска. Теперь покатать шары на точность можно в новом центре подготовки по бочи на улице Новороссийской. Прорывы игры достаточно просты и подходят для любой категории людей. Нужно расположить свои шары как можно ближе к Полину, главному мячу по сравнению с шарами противника. На бросок выделяется лишь одна минута. В игре участвуют две команды. Команда красных и команда зеленых. Выигрывает та команда, которая подкатила свои шары бочи максимально близко к белому шарику Полина. Когда игра начинается, шар Полина надо перебросить за среднюю линию. Шары мы не бросаем, мы их аккуратно вкатываем. Школа-интернат не случайно был выбран пристанищем для итальянской игры. Здесь обучается немало ребят с особенностями развития и отклонениями по здоровью. Инициатором появления центра по бочи в Челябинске стала Ольга Бойко. Годом ранее директор специального олимпийского комитета открыла подобную локацию в Снежинске. А уже на следующей неделе новый центр появится в Озерске. Решили, что почему бы эту очень успешную практику не перенести в другие, особенно малые города Челябинской области. Поэтому 1 ноября стартовал следующий проект, он называется Челябинский бочи-фест. Второй город, в котором мы эту технологию под ключ выстроим, будет Озерск. Занятия по бочи будет проходить три раза в неделю. Но уже после нового года центр заработает на полную мощность. И прийти покатать шары можно будет в любой день. Кроме этого, здесь будут проводить семинары по методике и обучению игре в бочи для учителей физкультуры из других школ. Василий Ермоленко, Артур Фазлеев, 31 канал.